всех приветствую друзья такой вот смартфон у меня сегодня оранжнура компания оранжа закупила данной модели то есть по сути это алкотель ничего особенного обычный смартфон с 8 мегапиксельной камерой 4 ядра по моему тактовая частота 1 2 гигагерц 5 с половиной дюймовый дисплей который мы сейчас и заменить так он выглядит шейтож скрина дисплей обычные тонкие итак разбираем смартфон одинаковые винты все итак и и так первый раз держу телефончик в руках думаю нового здесь ничего не встретим все то же самое винты обычный дисплейный модуль думаю никаких хитростей здесь нету аккуратно снимаем заднюю рамку динамик внизу стоит ищем разъемы вот я уже вижу разъем тачскрина здесь у нас находится разъем дисплея отстегиваем разъем тачскрина так возьмем дисплея как бы так его проверить что вы подключите на дисплей и подключаем тачскрин сейчас попробую посоединим дисплей и Включим дисплей включая смартфон загружается так вот и умудрился изогнуть шлейф видите да по-другому никак лучше проверить заранее чем потом переустанавливать загружается картинка все работает можно менять включаем смартфон полностью аккуратно отключаем разъем дисплея отсоединяем сразу батарейку чтобы ничего не замкнуть разъем тачскрин не проклеенный дисплейный модуль придется снова еще и проклеить и так далее нам необходимо будет снять батарейку потому что разъем с шлейфом дисплея он проходит под батарейкой поэтому смотрим как она снимается снимается очень просто без двустороннего скотча соединяем вот он наш разъем дисплея и разъем тачскрина значит будем снимать разъем тачскрина который находится под системной платой поэтому необходимо также снять системную плату аккуратно соединяем все разъемы камера основной шлейф здесь у нас кнопка включения и регулировки и кнопки регулировки звука аккуратно соединяем очень тонкий шлейф покажу поближе так отстегнули все шлейфа винтов вроде нигде нету аккуратно отсоединяем системную плату сразу ищите пазы в которой она застегнута вот один из них стильную системную плату разъем тачскрина драйвер тачскрина заклеен термопластиком вот я проверил на новом у нас все стоит поэтому не надо ничего переставлять далее друзья далее нагреваем стекло можно сепаратором у кого он есть можно термофеном и аккуратно снимаем сегодня мы будем снимать термофеном температура у меня стоит 300-350 градусов дисплей поврежден на данном дисплейном модуле поэтому можно не церемониться при снятии дисплейного модуля просто аккуратно снимаем без сохранения дисплея обычно на то чтобы снять дисплейный модуль в целом я имею ввиду если разбито было бы только стекло то на это естественного слова больше времени здесь как видите все сломано как я показывал вначале да разогреваем периметр по большей части берем инструмент достаточно легко снимается практически без применения усилия отсоединяем дисплейный модуль от рамки что здесь можно переставить здесь можно переставить я думаю уплотнитель передняя камера нагреваем и снимаем вот этот самый уплотнитель и вставляем его на новый дисплейный модуль так отработанный скотч снимаем потому что он уже не годный даже не скотч я бы сказала больше похож на силикон я думаю что думаю что там и есть достаточно жесткая просто застывший силикон резина одним словом удаляем полностью со всего периметра куда крепился дисплейный модуль нам он больше не понадобится и будем проклеивать скотчем 3М обычно на котором я клею все телефоны очищаем поверхность около 10 10 10 10 10 10 Удаляем пыль. Можно даже обезжирить специальным раствором поверхность, к которой будет крепиться дисплейный модуль, двусторонний скотч. Итак, друзья, сейчас я ставлю на паузу, быстренько в течение десяти минут проклею рамку, которую сейчас очистил, и то же самое поверхность самого дисплейного модуля, вот эта вот, которая будет крепиться к рамке. Дальше продолжим снимать. Итак, друзья, продолжаем. Снимаем двусторонний скотч. Из дисплейного модуля по той же схеме проклеиваем рамку. Рамка. Через два. Дальше. Вы킴. Через два. Дальше. Тушилы. Есть листьев. Дальше. Снимаем. Высок. Жель. вставляем вставляем разъем дисплея и здесь разъем тачскрина драйвер аккуратно пускаем дисплея на модель укладываем шлейф здесь можно сразу запрессовать прекрасно сел ничего не выпирает ничего не торчит говорит о том что хорошо поверхность мы почистили хорошо вставляем так вставляем системную плату здесь у нас паз был с этой стороны вставляем в паз опускаем системную плату так стоп здесь неправильно лег разъем вот так вот он у нас должен лечь немного неправильно я его установил в начале теперь уже застегиваем устанавливаем системную плату застегиваем разъем коррексиальный кабель разъем дисплея основной шлейф вставляем кнопки аккуратно очень тонкий шлейф подключаем камера батарею ставим застегиваем включаем ставим заднюю рамку поедись по периметру чтобы не было никаких зазоров размагнитилов отвертка 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 Продолжение следует...